доброе еще ли не включаешься хочу посмотреть границу что я тут пока часто и уже машин с 15 проехала о не понял выезд из польши что не какую-то фигню тут пишет ой выезд из польши на беларусь что не показывает пять часов что ли да они едут и еду за не без перерыва ладно что тут заморачиваться все время вышло просто кофе я думаю чай мы еще успеем попить прямо на границе поехали в живую посмотрим чудо будет экран телефона глянца сейчас приедем на границу все узнаем ну и что опять вас не устраивает что ему не нравится скажите не нравится достал шнурок ставил шнурок вот заработал а сюда же нельзя уезжать на налево нельзя было проще отладно поедем что как можно не спит есть люди которые не спится время 4 часа утра без пяти машины идут и идут я думал все спать будут а тут вот пожалуйста смотрите не один за одним валят сейчас приедем поднимемся я думал что прямо к шлаку вау вау фраер такой а а а а а а и тут то было походу за три часа границу пройду и в обед дома буду а а и и и и и и Не ври, ночью можно 60 по населенным пунктам. С 11 вечера до 5 утра в Польша разрешено 60 по населенным. То есть, конечно, знаков нет именно ограничивающих до 50. Можно ехать 60. Я помню, когда еще это они вводили, только это разограничение. Дорогу с круговым движением в съезде используют дороги съезда. Заезжаю так в населенный пункт. Знаешь, что полиция стоит? Валюта к вальяж на ВОИН-65. Меня останавливает. Думаю, что пан от меня надо? Пан пеньонзе надо, пеньонзе, мандат. Что-то есть. Чего? Не понял я, что сказали. Я говорю, как так? Я 65 ехал. Так невольно. Говорит, надо 50 ехать. Ё-моё. Быстро научили. Поехали смотреть, что у нас на границе что-то. Так, вот они начинают появляться коллеги. Пока мы даже сейчас сюда и заезжать не будем. Вот они вчера, которые, все коллеги приехали. Вот они здесь становились спать. Вот видите, вдоль обучения стоят. Вот все стоят, стоят. Мы пока едем, едем. Готовьтесь через 800 метров держаться. Теперь мы сейчас вот сюда аккуратненько заходим. В наш ряд. В наш ряд. Отлично, пока не видно. Вот бывшая заправка и коллеги пока не видно. Так, ну вот здесь начинается. Здесь уже стоят под знаком. Вот эти вот все товарищи, где полиция почему-либо страхует. Здесь тоже никого нет. Через 50 метров держитесь. Бывшие ларьки. Все свободно. Внимаю, вот там на спуске только коллеги. Можно сказать, перед самой границей. Проедите 1,1 километра. Готовьтесь через 1 полу до 30 метров. Алексей Николаевич, ты красавчик просто. Что ты вчера сюда не поехал. Готовьтесь рыбать в конечный полу через 800 метров. Сам себя не похвалишь. Больше никто не похвалит. Вот, пожалуйста, на спуске. Ну сколько тут машин. Это не коллеги. Это очень хорошо. Время полпятого. Посмотрим. Тогда мы отсюда выедем. Коллеги нет. Но терминал забит. Поляков. Без 26. Час. Все уже паспортный прошел. Ну, это так. Без 26. Там пересменка. Часа на два мы здесь прилипнем. С оформлением. Со всеми делами. Паспортный. 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 Сигнал GPS. Так. Который тут впереди меня заезжал. Он поехал, по-моему, правее. Там РЭФ польский был. Вот Транссолюцион Чех. Вот слева стоит возле Примунов. Он. А мы смотрим, там машина выезжает. Поехали мы туда. А вот местечко. Нормально не впишусь конкретно. Немножко на бордюрчик заедем. По-другому никак. Не влезем. Пойдем найдем своего поляка. За которым мы. Ну и так удобно. Чех будет выезжать. Я его увижу. Он тут правее стоит. И все. Короче, пошли оформляться. Из 15.6. Ну, время 7. Стоим на выезд. Вот к белорусам. Уже. Поляков уже оформился. Час в терминале заняло все время. Довольно быстро. Может. До пересменки еще успеем переехать. Не знаю. Может нет. Но должны, по идее. Оп. Еще там бы по-быструхе оформиться. Вообще была погоня. Не задали. И белорусам я прошел. Ну, копии, если можно. Копии, может. Я шеф выслал на Viber ссылку там, где. Ну, фотографии техпаспорта. Есть, ну, блин. Машина российская. Ну, если возникнут какие вопросы, проверят. Сверят номера, да и все, может. Спасибо. Коллега. Сейчас будет на весах, блин, вопрос. Коллега техпаспорт потерял. Спрашивают, как проехать. Будут ли проблемы в Беларуси? Хрен его знает. В Польше, говорит, проехал нормально. 50 злотых штрафу выписали и все. Ну, пол-осьмого. В Польше, терминал. Вы, коли у вас есть, СМС-банки, у вас денежку на телефон положить. Здравствуй, Родина. Ну, вот, без 15,8. Заезжаем уже в Беларусский терминал. Смотрите, вот Беларусы перекопали что-то. Расширять может быть? Где нам тут пришвартоваться? Давайте вот здесь и пришвартуемся еще раз. А то мы отсюда задом вытолкиваем. Вот, все. Удобненько. Место стенки транспортных средств, прошедших осмотров сменения ЕДК. Ага. Ну что, водитель, пошли оформляться. Без 15,10. Все. Мы оформлены. Выруливаем. Так, сейчас сюда на Газпром. А, на Газпроме заправимся. На следующем повороте И в этом Пойдем мы сейчас в Галтон. Прислали мне. Доверенность у меня есть. Оформим прибор белорусский на этот на постоплату на карту Е100. И все. И можем ехать после этого. Ну еще нужно будет покушать, кстати. Я сегодня 4, полчетвертого поднялся, только кофе пустой попил. На следующем повороте поверните направо. Затем на следующем повороте поверните налево. Только кофе пустой попил. Поэтому сейчас за этим может попозже где-нибудь встану. Надо пожевать что-нибудь. Инспекция транспорта у Драгового. Наша. Он и белый нефтехимии заправляли. Сейчас говорят, что уже на Газпроме надо заправиться. Каждый раз что-то новое. Никакого постоянного. Газпром? Газпром, так Газпром. Наоборот, Газпром мне кажется и лучше. Хотя у нас в принципе все с одной бочки. Что, пойдем? Посчитали. Мне с моим расходом. Пойдем мы сейчас с Италией с двадцаткой 29 литров. Надо литр сто пятьдесят солить. Ну, сто пятьдесят, так сто пятьдесят. Рубль семьдесят восемь. У нас на всех заправках цена одна. Ну, для все равно для вот этих карточек какие-то различия есть. Шеф посмотрел, говорит, здесь на Газпроме дешевле, чем там. На Белнефтехимии. До этого на Белнефтехимии заливались. Вась меняется. Бля, салты, конечно, везде. А пускай на машину, наверное, надо было груза плавать. Ааа. Бываются, пацаны. Ну, сто пятьдесят, заливаем. Раскорячился маленько, да. Немножко криво стоял. Тут. Короче, обломчик получился с этим Е100 прибором опять. Счета нет. Е100 счет не предоставил. Во всяком случае, в Бадзе Белдоладской нет. Что-то опять на себя выписывать. Я уже этих приборов на себя беру, сдаю, беру, сдаю. Ааа. Пока тут бегал, уже полчаса прошло. Думаю, ай. Сейчас мы хоть невкусность съедим. Ну, вернее, вкусность, но не полезность. Худдок, кофейком. Ааа. Капучинкой запьем это дело. Еще 15 минут до стоим. И уже попрем сразу, чтобы уже нигде не останавливаться. Прямо до столицы нашей Родины. Сегодня суббота, 1 августа. Кстати, с последним днем месяца у вас, началом. Приедем домой, отстоим дома суточный. На завтра. Нет, не завтра. В понедельник на суточный будут стоять. Ну, мы отстоим завтра. Сегодня на завтра. И дальше поедем. Там что-то какие-то проблемы на границе с Белоруссией, с Россией. Там терки какие-то, колейки, говорят, дикие. Ну, посмотрим завтра. Может, на Красную Горку не поедем. Может, какой-нибудь другой переход пойдем. Понятовку какую-нибудь. Это завтра. Погнали! 300 верст нам. На следующем повороте поверните налево. Затем на следующем повороте 300 верст и мы дома. Из 20.11 к трем должны быть на месте. Колейки на Польшу нету и терминал пустой. Суббота. Удивительно. И я ночью... Вот я сегодня утром заходил. У поляков на оформлении вообще ни одной машины не стояло. Вообще никого. Это тогда какой-то нонсенс был, когда я ехал. Нам как всегда везет. Девчонка таможенец сейчас оформляла. А у меня, ну, две же загрузки, две смр-ки, две декларации сделали. Одну декларацию мне отдаёт и потом он дальше колотит. А потом ещё две выкидывает. Я смотрю, короче, он мне свой экземпляр отдал. Который первого оформила. Я так смотрю. И вот, что-то вы мне тут лишнего передали. Ой, спасибо. А если бы... Ну, говорит, взяли бы и поехали бы. Я говорю, ну, как-то так. Уже годами приучено, что надо взять, но надо посмотреть, чего бы взяли. Ой, спасибо. Да-да-да. Всё. Да. Прощайтесь. Подняло настроение. Оно и так, в принципе, было нормальное. Всё. Подбежали денежки в государственный бюджет. И так было вроде более-менее... Ну, не то, что более-менее, нормально, как-то, этим. И прогадали, что вчера не поехали, сегодня довольно... Скажем так, граница пройдена за пять часов, меньше даже, четыре с половиной часа полностью, а граница... Это... Огонь! Можно ехать на дому. Аж транспортники, вот видите, в лесочке притаялись. И там вот сейчас на оформлении пацаны... О, даже джинсы остановили, нифига себе. Ну, говорят, сейчас у них ноу-хау как когда-то были у этих. У венгров, у мадзаров, они проверяют, стояли ли молотки. То есть вот, когда ты идешь оформляться, ты должен ставить на конверт вообще, по идее. Молотки и конверт, не знаю, я на молотки ставлю. Вообще, по идее, конверт, как бы, пассивная работа. Или пассивная... Вот, да, не, молотки и пассивная работа. Короче, хрен его маму знает, не знаю. Я ставлю на молотки. И вот они как бы это проверяют. И не пассивная работа. Как там там заумно звучит? Конверт это то ли отдых, то ли не отдых, а молотки это как бы то ли работа, то ли не работа. Работа, но и не езда, но работа. Что-то такое. Вот, я думаю, эти все заумные названия никогда не ставил себе целью их выучить. Как они там грамотно называются. И вот говорят пацаны, что останавливают. И все, я впереди вам даю распечатку и смотрит этот стояло или нет. Ну, я как бы уже приучен, это я всегда ставлю. И когда на Польше иду, и назад и встречаюсь, что давно? еще со времен, когда Мадзары в Чопе свирепствовали на границе Украины с Венгрией. Я-то не ездил, но пацаны рассказывали, о, что там было. Какие они штрафы выписали, а как потом скрылось, на левые счета таможенники, когда им власть дали, там такая коррупционная схема была. Они там такое бабло зарабатывали. За каждую мелочь цеплялись. Такие штрафы лепили, что просто ужас. Сейчас-то вроде попритихли. После этого сколько раз в Венгрию ездил, никаких проблем. А сразу, да, как только им там власть дали, они там свирепствовали. Вот я как-то с тех времен повелась, как границу переходишь. Пошел оформляться. Раз, раз, кнопочку нажал, на молотки поставил, все и пошел. Надо это делать обязательно, иначе можно попасть в неприятности финансовые. Белорусские ноу-хау технологии по укладке асфальта продолжаются. не знаю, меня всегда убивала вот эта вот система. Нальют битума, даже какой тут битум, тут чуть-чуть что-то сверху линут, ко мне этих накидают и укатываете с их сами. Наверное, у этого, который вот это вот делает, у него какой-то родственник держит сервис по замене стекол лобовых. По-другому не... Я по-другому не могу объяснить вот это вот ноу-хау. Это сейчас уже нормально уже все все камни в основном они уже по обочинам валяются. А как только засыпают как едешь только слышно как они ляпают вообще кошмар. Летят в разные стороны ляп-ляп-ляп вылетают из-под машин. Да. Нет слов одни мысли. Тоже второй участок. Я как-то сюда ехал был один только вот этот вот который сейчас проезжаем. А еще до этого был первый туда ближе к границе там. Ну, не ближе к границе после Волковыска как сюда вот уходишь на слоне вот еще один такой же был. Зачем вот это делать я не понимаю. А для чего вообще эти камни кто-нибудь не может объяснить? Для каких целей засыпаешь чтобы потом вкатывали асфальт крепче после этого получается или я не могу понять. У нас выработка смотрю совсем не жарко даже слишком ветрено такой ветер и совсем некоммерческий такой вот оттуда встреч на боковой но больше в лоб чем в бок сейчас еще что-то он впереди ленет сверху походу серьезное уже бараны еще прошли нормально катим смотрится какой как аж тент был бы пустой так чуть не перевернуть хочет о красоте милое дело смотри как прелесть все убрано все чинчинарем волки лежат все волки собрать картина маслом просто огонь пресс область тоже уборочная уже выйти по полной идет самая с гомельской самая южная это юго-западная гомельская она юго-восточная это самая юго-западная у нас область Беларуси я думаю вам слышно машина идет под углом 45 градусов с углом вправо сейчас мы лобовичок помоем походу у нас немножко опять власть меняется но об этом чуть позже ничего себе какой тут смотрится как процент как тентовый глицет вообще обалдеть на улице просто ураган просто ураганный вес он впереди поливает хоть беленькая отблю смоется отблю заливал немножко течет лейка через которую заливать чуть-чуть белая там было сейчас отморется в субботах такой потоп машин идет навстречу в Минске разъезжается час дня вот и дождик точка получается вон стороной проходит нормально слегка освежимся и все и дальше опять будет солнечно в Брестское уборочное идет это мы уже заметили вот Минское начинается а в Минское что? в Минское как-то еще так не очень хотя нет почему не очень уже убрано и вспахано и вспоронено часть часть еще не тронули сейчас посмотрим что дальше тут будет ближе к Минску все тучка вон она осталась позади смочила освежила немножко только ветер стихать не хочет не Минское уже тоже он полным ходом идет уже Столбцовский район Минской области 96 километров дома идет процесс идет кофе пауза стоят отдыхают все по фэншу и РТО все дела сутки работаешь сутки нет без прерыва это не на мир для развязки по-моему на мирский замок развязки сейчас еще Ранулата да 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 Столбцы направо а мир налево 10 километров и небезызвестный мирский замок вот туда вон куда коллега поехал дом милый дом здравствуй Минск вот мы и дорулили без проблем долетели сейчас правда немножко пошалим планы поменялись но планах завтра уже сегодня я хочу прямо к подъезду к подъезду конечно прямо к дому подъехать на грузовике это вот все счастье я уже становился все подготовил вот это вот всю красоту прямо напротив подъезда остановиться занести все выгрузить закинуть домой чтобы потом на легковой не кататься забирать это все со стоянки здрасте все стоим кого ждем все упало вот поэтому мы сейчас занырнем под знаки один раз меня белец или там раньше я всегда заезжал к подъезду стану там даже машину оставлял там мне пару кармашков есть один раз обелители права забрали даже в россии по временам тогда в россию поехал но это же как говорится совсем другая история а сейчас ну просто не хочется терять время потом кататься на легковой часто я буквально на 10 минут но это ничего не решает если наши правые инспекторы дорожного регулирования будут то могут и обелетить ну что же сделать обелетит значит обелетит может пронесет вот сейчас мы и посмотрим что мы подошли за угла посмотри на это небо взглядом нет верезы посмотри на это море все это видишь ты в последний раз гоп-стоп ты отказала в ласке мне гоп-стоп ты так любила звон монет ты шубки беречь и носила кожи крокодила все полковником стелила ноги на ночи кто на ночи мыла мир блатной совсем забыла и перо за это получает ты шубки беречь и носила кожи крокодила все полковником стелила ноги на ночи мыла мир блатной совсем забыла и без перо за это получает гоп-стоп Семен засуни под ребро, го, стоп Смотрите, обломай перо, обеда каменное сердце Суки под холодной, а ну-ка позовите герца Старенького герца, он просчет и модный Самый популярный в нашей синагоге отходняк А ну-ка позовите герца, старенького герца Он просчет и модный, самый популярный В нашей синагоге отходняк Гоп-стоп, у нас пощады не проси Гоп-стоп, и на луну не голоси А лучше вспомни ту малину, Васькину картину Где он нас с тобой, прикину, словно на витрину Ну в общем, не тяни резину Я прощаю всё, кончая её Семен А лучше вспомни ту малину, Васькину картину Где он нас с тобой, прикину, словно на витрину Ну в общем, не тяни резину Я прощаю, все кончаю, Семен